Добро пожаловать на первый обзор на канале Хобби Суппорт и сегодня у нас устройство от компании M5Stack Cardputer. Давайте узнаем, для чего это устройство и из чего оно состоит, для кого оно и как вообще с ним взаимодействовать. Cardputer это микрокомпьютер от компании M5Stack. Такое устройство подходит как и продвинутым инженерам, так и любителям. У стали от R2NE и спешек классического форм-фактора это что-то новенькое. Устройство создано для решения широкого спектра задач, прототипирования, программирования, отладка устройств, управления умным домом, развлечения, ну и куда же без обучения. Дизайн в стиле ПК 80-х и 90-х у меня вызывает ностальгические чувства. Палитра клавиатурных обозначений хорошо сочетается с цветом базы. TFT-дисплей диагональю 1,14 дюйма хорошо различим как и при комнатном освещении, так и на солнечном свету. Хоть он и кажется небольшим, но текст на нем хорошо различим, так же как и изображение. Его вполне достаточно, чтобы играть в Doom. На самом деле это порт с Game Boy Advanced, но вполне играбельно. Давайте проверим самый главный код. И, Д, Д, Кью, Д. Работает! Сердцем устройства является контроллер Stamp S3. У M5Stack свой дизайн и форм-фактор плат разработки. По сути это ESP32-S3-FN8, двухъядерный 32-битный зверь, 240 МГц на каждое ядро и 8 МБ флэш-памяти. Также в нашем распоряжении динамик на 1 Вт, инфракрасный передатчик, микрофон, клавиатура, слот для камеры microSD. Все это можно использовать сразу из коробки. Логично предположить, зачем мне такое устройство, если я могу купить отдельно ESP-шку, датчики, все это дело собрать на макетке или спаять и получить один и тот же результат. И я с этим абсолютно согласен. Но также, подобные проекты обычно выглядят как паучье гнездо и сжигают огромное количество нервов в поиске отвалов контактов. А здесь мы имеем готовое, надежно собранное решение, от взаимодействия с которым получаем тонну удовольствия. Единственное, что меня удивляет, из всей перечисленной периферии, они забыли про такой датчик, скажем, как BMP280, то есть температура, влажность и давление. Как я сделаю из этого метеостанцию сразу? Это как Hello World, вот в Ардуино всей вселенной всегда должна получаться первая метеостанция. На задней части устройства есть вот такие вот отверстия. Это LEGO Compatible Interface. То есть, если у нас есть какая-нибудь деталька LEGO вот с этими крепежными элементами, мы просто присоединяем его. И он должен быть зафиксирован, по идее. Также они впихнули сюда магнитик. То есть, если у нас какая-нибудь есть металлическая штука, скажем, вот эта крышка. Ой, не той стороной. Шлёп. Всё. Я вижу минимум в этом потенциал. Счётчик открытия холодильника за ночь. Или там, если холодильник открывается ночью, врубается сигнализация. Хорошо. Рассмотрим ситуацию, когда встроенных функций недостаточно. Как подключить дополнительную периферию? На боковой стенке устройства есть порт под штекер Groove. Обозначения явно дают нам понять, что тут два контакта питания, а также два пина контроллера. Смотрим на схему, что за они. Ииии... Это контакты I2C. То есть, к ним можно подключить на общую шину до 127 устройств, в теории. Выходит, можно подключить огромное разнообразие модулей с I2C интерфейсом. Термометры, расширители, GPIO, сенсоры, релюхи, радиомодули. Всё, что душе угодно. У производителя имеется собственная линейка сенсоров и датчиков. И мы сейчас видим на экране их GPS-датчик, который также может соединяться с телом компьютера через детальку LEGO. В заводской прошивке у нас имеется набор приложений. Скажем, ESPNL-чат достойен отдельного разбора. Потому что этот протокол позволяет, не используя отдельную точку Wi-Fi и не устанавливая соединения, общаться с другим компьютером или устройством, поддерживающим ESPNL на довольно приличном расстоянии. Для установки других приложений нужно скачать утилиту M5 Burner с официального сайта. В нём можно найти много интересных прошивок, которые делают очень крупная и бурно развивающаяся комьюнити. Большая часть из этих приложений связаны с пентестингом, сетями, а также эмуляторами. Рекомендую первым приложением установить M5 Launcher, с помощью которого вы сможете устанавливать приложения по Wi-Fi, взаимодействовать с файловой системой, запускать приложения с карты памяти. Есть даже веб-сервер с веб-интерфейсом, где всё делать ещё удобнее. Карт-пьютер также можно программировать на микропитон, используя веб-среду разработки UI Flow 2. Здесь мы можем создать наше приложение из готовых блоков и графического интерфейса, либо же писать самостоятельно. Имеется удобный интерфейс для компоновки экрана с гайдлайнами. Код на устройство можно заливать как по кабелю, так и по Wi-Fi, предварительно установив приложение UI Flow 2 на карт-пьютер. Также можно писать код в Arduino IDE или VS Code расширение платформа IO. Лично мне очень нравится это устройство, сам его дизайн и простота сразу вызывают интерес. Также привлекает уже немалое количество готовых прошивок для него, и хочется попробовать их все. Такой карт-пьютер уже можно купить на Озон. Если вы хотите ещё таких обзоров, или может быть вторую часть про карт-пьютер, пожалуйста, поставьте лайк и напишите комментарий. А на этом у меня всё, спасибо за просмотр.